всем привет ребятки кого интересуют зарядки для ноутбуков автомобильные это видео будет полезно вам заказал на алике вот такой вот адаптер для зарядки и что из этого получилось видим что производителем заявлено 80 ватт максимум у нас если мы используем от 15 до 20 вольт 4 ампера получается если 22 24 вольта то на выходе имеем 33 ампера что в итоге я получил подключил обычный ноутбук который потребляет 75 ватт потребляет 3 с лишним ампера и буквально пару минут это все дело поработало увидел я дымок лампочка потухла и соответственно на алиэкспресс полетел негативный отзыв и вот наш расплавленный пластиковый корпус который расплавился от того что очень сильно разогрелся радиатор чеку наши которые отводят тепло продавец конечно пообещал часть денег вернуть жду но суть в чем не покупается такие вещи на алиэкспресс впритык если вам нужно 80 ватт 70 покупайте 100 120 запасом чтобы эта вещь у вас работала почему здесь не может быть реальных 80 ватт сейчас разберем посмотрим видим что у нас немножко диоды погорели что-то потемнело не знаю что именно сгорели но смотрите вся сучом какой маленький радиатор такой маленький радиатор ни за что 80 ватт вам не выдаст он просто не сможет грамотно отводить тепло соответственно элементы перегреются и что-то да выйдет из строя еще один минус такой зарядки здесь не вилки не на самой плате нет никакого предохранителя если на схеме что-то вылетает соответственно автомобиль у вас вылетает предохранитель на прикуриватель и вам его нужно менять вот так плата выглядит снизу кто разбирается тот поймет что плата достаточно примитивная никакие групп безопасности радиатор ни о чем поэтому эта вещь потянет максимум netbook максимум как нетбук которому нужно там 40 50 ватт и на выходе не больше 3 ампер это если вы будете эксплуатировать его не под нагрузкой очень слабенький на есть интернете различные статьи видео даже на ю тубе где-то всему перепаивают и на достаточно грамотно работает но фишка в том что выходит это два раз дороже то есть намного грамотнее поступить так как поступил я рассказываю вот это все данное барахло стоило на алиэкспресс 67 баксов примерно вот это вот выкидываем флан а вот это оставляем себе вот это оставляем себе оставляем себе штекер и делаем вот такую самодельную коробочку покупаем пластиковый корпус размер по моему 8 сантиметров на пять с половиной и высоту что-то там до трех сантиметров стоит буквально это коробочка доллар полтора то есть оставляем все эти наши провода и на том же алиэкспресс буквально за каких-то 3-4 бакса покупаем вот такую плату сейчас покажу другой стороны и вот эта плата вот это настоящая плата то есть за те же 6 баксов мы получаем нормально адекватное зарядное устройство и внимание не 80 ватт а все 150 ватт то есть они без проблем и ноутбуки и ноутбуки и ноутбуки работают на полной мощностью здесь обалденных два радиатора который идеально отводит тепло вот здесь вот отверточкой мы выставляем нужное нам напряжение и соответственно этом напряжении мы можем получить количество ампер у меня ноутбук там 19 20 вольт то есть я могу получить вообще до 7 ампер идеальное шикарное решение пользуюсь уже больше месяца ни разу плата не нагревалась настраивал себе недавно гбл несколько дней катался ноутбук постоянно зарядки обалденно кстати видео по поводу гбл также скоро выйдет смотрите ссылочку тоже в описании коробочку я покупал без отверстий отверстие напилил сам можно конечно сделать красивее в общем суть вы поняли смотрите также такую плату можно искать своем городе если живете в крупных городах всегда есть магазин радиотехники где ребята с алиэкспресс заказывают и здесь немножко дороже но продают я купил вообще у себя в городе в минске на сайте объявлений и куфор бай купил здесь белорусских рублей то есть это 34 доллара на алиэкспресс предоставит примерно также поэтому вывод какой если вы купили вот такой вот говно облажались как и я заказывается плату заказывайте корпус буквально четыре провода отсюда отрезать 4 провода сюда завинтить и у вас есть полноценно зарядка и куча различных переходников практически под все ноутбуки если вы еще не заказывали такое г но вам нужна автомобильная зарядка мой совет покупайте все по отдельности на алиэкспресс вот эта штука есть отдельно вот эта штука есть отдельную корпуса также продаются это плата которая есть внутри также продается по стоимости у вас выйдет то же самое но поверьте по качеству это будет намного лучше сложного здесь ничего нет вам нужно раскрутить коробочку вставить туда плату перекрутить 4 провода данных и вас готова зарядка проверяем об вот такая вот отлично у нас получилось зарядочка кстати на некоторые ноутбуку типа вот самсунга сотово такого разъема нет в комплекте то есть вот здесь среди этих я такого не нашел но мне нужно было автомобильная зарядка больше чем обычная сетевая так дома я этим ноутбуком не пользуюсь только в автомобиле поэтому я сделал ей чик-чирик взяла также отсюда один разъемчик который мне не пригодится выдрал за него усики залил двухкомпонентным клеем и такой приход не получилось у нас и сетевой зарядки тыкаем сюда и все у нас работает двухкомпонентный клей феликс про него ролик также смотрите по ссылочке шикарный обалденный клей нас самая настоящая пластмасса можно ножом не берет можно резать ножом очка и болгарочка чем угодно то есть если он высох это уже навечно итог этот хлам не берем если руки растут из ровного места отличное решение напряжение ток выдает равномерное в идеале конечно поставить туда предохранитель мало ли что на этом все всем классных ровных дорог до новых встреч